В парке высоких технологий более 20 тысяч сотрудников. Каждый год в IT-полк прибывает около 3 тысяч человек. В прошлом году выручка парка высоких технологий составила 650 миллионов долларов. В 2005-м наша страна заработала только 16 миллионов. Но раем для программистов Беларусь стала не сразу. Я в начале 2000-х много раз был в знаменитой Американской Кремниевой долине. И после моих выступлений ко мне подходили многие молодые люди из Беларуси, из Украины, из России, которые там достигли, в общем-то, довольно значительных успехов в крупных американских корпорациях. И у нас в Беларуси, собственно говоря, наблюдалась такая тенденция, что, допустим, все выпускники факультета прикладной математики всем курсом отправлялись сразу же на Запад. Поэтому, естественно, что нам хотелось удержать этих молодых людей здесь, в Беларуси. В 90-е белорусские вузы каждый год готовили около 4 тысяч программистов. Но, получив высшее образование, они уезжали в Германию или США, там обещали высокие зарплаты. В Беларуси в то время самым популярным занятием был челночный бизнес. Одна такая поездка за товаром приносила столько, сколько программист зарабатывал за несколько месяцев. Но в 2006-м ситуация изменилась. В Беларуси начали создавать свою силиконовую долину. Парк высоких технологий рос в районе Минской кольцевой дороги несколько лет. Место для строительства символично. Современная силиконовая долина соседствует с Академгородком, возведенным здесь еще в советское время. Здания со временем разрушались. Со строительством нового центра для программистов в старые институты вдохнули новую жизнь. Район на окраине города на глазах превратился в современный научный квартал. А Беларусь буквально за последние 10 лет вышла на лидирующие позиции в IT-сфере. Первая причина – это высококвалифицированные, опытные и образованные специалисты. Вторая причина – особые льготные условия, которые предоставляет правительство Беларуси для нашего бизнеса. Это привлекает в вашу страну самые высокоразвитые компании со всего мира. И формирует имидж Беларуси как центра IT-индустрии. При этом, если в начале 2000-х услуги белорусских программистов только покупали, то теперь в Минск переносят разработку информационных продуктов. Недавно резидентом парка высоких технологий стала и эта южнокорейская компания, которая входит в пятерку крупнейших производителей флеш-памяти в мире. Работа в подобных компаниях открывает для программистов большие возможности в плане профессионального роста и дает возможность заниматься в некоторых случаях очень уникальными для нашей страны вещами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова